Всем привет! С вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Сегодня готовим вкусную икру на зиму. Рецепт очень легкий, но такой вкусный. Вам понравится? Давайте скорее начнем! Такую икру мы делаем в большом количестве, поэтому я уже заранее подготовила помидоры. Нарезала их на кусочки. Предварительно, конечно, их нужно помыть. Отрезаем все ненужное. И разрезаем. Здесь 4,5 килограмма. Следом на кусочки нарезаем 3 килограмма очищенной сочной моркови. Через мясорубку сначала пропускаем всю морковь. А следом помидоры. Вода, которая от них остается, сок, мы не используем. Перемешаем. Чашка у меня объемом 7 литров. Это только кажется, что все не вместится. Морковь дает просто больше объема. А при смешивании с томатами полностью все входит. Выливаем 500 миллилитров растительного масла без запаха. Добавляем 250 грамм сахара. Сахар по вкусу. Все зависит от сладости моркови. И 75 грамм соли без йода. Это примерно 3 столовых ложки. Размешиваем и ставим на плиту. В ложках и стаканах ингредиенты я указала под видео. А точные граммы, как всегда, в конце на экране. Ставим икру на плиту. Доводим до кипения. И теперь, периодически помешивая, будем ее уваривать. Примерно 50-60 минут. Ну а тем временем готовим банки. Моем их пищевой содой. И обязательно стерилизуем удобным способом. Мне удобнее всего над паром. В течение 5 минут полулитровой баночки. 3 минуты кипятим крышки. Можно использовать винтовые или такие же, как у меня, под ключ. За это время икра хорошо уварится. И морковь хорошо прогреется. Остается до окончания варки 10 минут. Измельчаем чеснок. Чеснока здесь 250 грамм. Сюда же добавляем смесь перцев. Я беру чайную ложку. Но это все по вкусу. Хорошо размешиваем. Провариваем оставшееся время. Икра заметно стала гуще. Варилась. В самом конце вливаем уксус. Использую 70% достаточно будет чайной ложки. Если обычный столовый, то 50 миллилитров. Снова все размешаем. Даем покипеть пару минут. И выключаем. К этому времени банки уже у нас остыли. Ничего страшного. Не обязательно раскладывать икру по горячим банкам. Раскладываем горячую икру. Оставляя отверху чуть больше 5 миллиметров. Накрываем стерильной крышкой. И закатываем плотно ключом. Переворачиваем аккуратно от себя. Потому что от горячего крышка надувается. Если она плохо будет закатана, может сорвать. И можно обжечься. Проверяем, чтобы нигде ничего не вытекало. Плотно ли сила крышка. И в таком перевернутом виде оставляем. До полного остывания. Примерно на сутки. И можно уже хранить в квартире. Выход из этих продуктов. 12 полулитровых баночек. И еще немного остается на пробу. Икра получается вкусная, густая. Если никогда не пробовали, то советую. На этом сегодня все. Удачных заготовок. Пока.